В соглашении 2022 года отсутствует положение о признании юрисдикции Республики Абхазия в вопросах пересечения государственной границы воздушными судами, морским и наземным транспортом, принадлежащим российской стороне, а также в использовании этим транспортом морской, воздушной и сухопутной территории Абхазии. Что это значит? Это значит, что при пересечении Абхазо-российской границы российская сторона юридически не обязана уведомлять и или согласовывать такое пересечение с абхазской стороной. В мире этикета это дурной тон, а в мире правовом – нарушение международного принципа неприкосновенности границ и государственного суверенитета и полное игнорирование государства. Гусдача Пицунда находится на территории Пицунско-Мюсерского природного заповедника, который является объектом исключительной собственности государства и где запрещена любая деятельность, противоречащая задачам природного заповедника и режиму особой охраны его территории. На территории заповедника расположена уникальная реликтовая Пицунская роща. Именно там растет очень редкий и исчезающий вид хвойного дерева, который сохранился в немногочисленных местах. Значение села Лдза как культурного и политического центра древности обусловлено наличием на его территории Лдза-Ныха, одного из семи главных святилищ Абхазии. Именно поэтому Абхазы с древних времен так трепетно относятся к этому месту. Соглашение о передаче предоставит Российской Федерации право на капитальное строительство, что нарушит режим особой охраны, а в заповеднике это не может быть допустимо. Я против ратификации нового соглашения, так как по нему собственность Российской Федерации переходит имущественный комплекс, находящийся на территории заповедника. И если в соглашении 1995 года мы четко понимали, что имеется в виду советские кустачи номер 8, 9 и 10, то в новом соглашении нет уточнений, лишь координатные точки. Получается, что все недвижимое имущество, находящееся в пределах данных координат, переходит в собственность Российской Федерации. Помимо проблемы конкретизации объекта, по данному соглашению Российская Федерация будет иметь право застраивать передаваемые в пользование территории. И, следовательно, все это будет автоматически передаваться в ее собственность. Также для нас должно быть неприемлемо, что по этому соглашению, которое может быть ратифицировано, мы передаем участок акватории моря площадью около 180 гектаров, а также территорию жилого поселка и территорию заповедника. Соглашение 2022 года породило бурное общественное обсуждение и, естественно, у общественности появились опасения. В первую очередь о том, что если соглашение не будет ратифицировано, отношения с Россией непременно испортятся. Однако это далеко от истины. Россия и Абхазия в 2008 году подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно первой статье договора, отношения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией могут выстраиваться только лишь на взаимном уважении, государственного суверенитета и территориальной целостности. Более того, договор исключает возможность применения силы какой-либо из сторон, включая экономические и другие способы политического давления. Другое мнение, которое нередко можно услышать, говорит о том, что отказ от ратификации приведет к проблемам выплат пенсии. Россия как правоприемница Советского Союза. Это обозначает, что все обязательства ныне несуществующего государства СССР выполняет Россия, в том числе и международной, куда и входит выплата пенсии. Каждый человек, который отработал необходимое количество лет на территории Советского Союза, имеет право на российскую пенсию. Поэтому все граждане Республики Абхазии, которые получают пенсию по данному принципу, будут ее продолжать получать вне зависимости от отказа ратифицировать соглашение. Другое важное опасение связано с возможным прекращением действий российских военных баз на территории Абхазии. Здесь необходимо упомянуть соглашение между Республикой Абхазии и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Абхазии. В этом соглашении говорится, что все находящиеся на территории Абхазии военные базы несут оборонительный характер и осуществляются с целью оказания помощи по защите, безопасности и суверенитета Абхазии от внешних угроз. Таким образом, получается, что все разговоры об ухудшении отношений с Россией не имеют никакого обоснования, а являются лишь чистой манипуляцией общественным мнением. Я против ратификации соглашения. Мы неоднократно упоминали о том, что данное соглашение является нарушением права граждан. Но как именно? Напротив госдачи расположен поселок, в котором проживают бывшие работники дачи. Также на территории расположены многоквартирные здания и жилые дома. В 2000 году администрация поселка Пицунда аннулировала ордера на квартиры и помещения, выданные в 1975 году. В результате данные помещения были переведены в статус служебных и переданы воинской части. 17 домов ранее находились в собственности местной администрации, никаких ограждений не было. О решении администрации жителям не сообщили. Они узнали об этом лишь в 2018 году, когда после замены паспортов на новые им было отказано в прописке. С тех пор ведутся судебные процессы. Никакой реакции не последовало. Жители поселка обратились в парламент, было проведено парламентское расследование, результат нарушений не найдено. Абхазская сторона не способствует разрешению данного вопроса. На сегодняшний день территория поселка огорожена забором, стоит шлагбаум, а также контрольно-пропускной пункт. Любые перемещения людей осуществляются по паспортам. Как же соглашение нарушает права граждан? Свобода передвижения является одним из основных личных прав человека. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, а также жилища. Права жителей ЛЗА не должны стать исключением. Я против ратификации соглашения, и вот почему. В документе термин третье лицо упоминается лишь один раз, без прямого запрещения к передаче объекта. В российской стороне нет препятствий к отчуждению указанного имущества третьим лицам, ведь постановление правительства Российской Федерации в 1884 об управлении федеральным имуществом, находящимся за пределами Российской Федерации, позволяет отчуждать имущество, находящееся за пределами страны. Важно также отметить то, что пункты соглашения выполняются лишь сторонами, подписывающими его. Соответственно, при передаче объекта в третьем лицу, оно не несет никаких обязательств и вольно поступать с объектом как угодно. Я считаю этот пункт фундаментальным основанием для нератификации соглашения. Согласно статье 26 данного соглашения, оно заключается сроком на 49 лет с последующим автоматическим продлением на 15-летние периоды. Что это значит? Даже если абхазская сторона когда-либо решит расторгнуть соглашение, право собственности на все движимое и недвижимое имущество отойдет к Российской Федерации. Соответственно, вопрос о возвращении земельных территорий в распоряжение Республики Абхазия даже не будет стоять, потому как вся недвижимость, включая зеленые насаждения, старые и новые постройки на этой территории будут принадлежать Российской Федерации, а по соглашению 2022 года им будет отдаваться приоритет в случае его расторжения. Федеральная служба охраны Российской Федерации – это орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению безопасности руководства страны и объектов государственной охраны. Соответственно, этот орган не может быть субъектом межгосударственных отношений и не обладает функциями дипломатического представительства. Межгосударственные соглашения Республики Абхазия и Российской Федерации не предусматривают возможности базирования органов ФСРФ на территории Республики Абхазия. Если соглашение будет ратифицировано, то на территории Абхазии будет действовать орган исполнительной власти Российской Федерации, и на все движимое и недвижимое имущество ФСРФ будет распространяться режим государственной тайны. Таким образом, Абхазия не сможет контролировать действия ФСРФ в отношении 343 гектаров собственной территории, в которую входит особо охраняемая природная территория, жилой поселок, а также морская акватория. Продолжение следует...